Еще не закончился. На, вещай. Очень. Я считаю, что мы игру проиграли не в последние атаки, не в последние четверти, а в третьей четверти, когда мы вышли и просто, по-моему, врывок был, не помню сколько, 10-0. Сначала 6-0 точно был. Ну, я не понимаю просто. Мы хотим спасти ситуацию в одиночку, когда надо просто сыграть умно, с головой, долгую атаку, чтобы команда поработала в защите. Мы пытаемся решить свои проблемы индивидуально. Но баскетбол это не индивидуальный вид спорта, а командный. И в нашем случае особенно у нас не получается уже какую игру решить в этот момент. Поэтому я всегда говорил, что командная игра – это залог успеха и, конечно же, командная защита. Пропустили в защите. Опять говорим одно, играем, делаем совсем другое. Не знаю, мне кажется, это все в голове, это не до концентрации в какие-то моменты. Потом выливается просто все в результат. Больше нечего не сказать. Спасибо большое. Олег Южин, хубан интернет-баскетбольного клуба Одесса. Олег Александрович, ваше бачение и комментарии в сегодняшний матч? Вы знаете, практически по одному сценарию две игры прошли. Финал кубка. Вроде как неплохо начали. Потом провал в третьей четверти. Потом с ценой неимоверного героизма догоняем, возвращаемся в игру. Все вроде как в наших руках и действительно принимаем неправильные решения. Мне очень обидно в этих моментах особенно, что, скажем так, не столько... Да, у соперника были хорошие атаки, они проявили определенное мастерство, но в основном это были наши ошибки. И ошибки в тех компонентах, над которыми мы работали и разбирали. Вот это мне как тренеру особенно обидно. Приводим перед игрой статистику. Есть игрок, фамилия Липовцев. За десять игр бросил шесть двушек, попал одну и тридцать шесть трешек с процентом сорок четыре. Не отходите от человека. Те броски, которые он нас забил, рядом с ним не было никого. Есть еще нюансы, там некоторые сеты, которые мы разбирали, договаривались с самого начала, то же самое. Ткаченко очень опасен на чужом щите. Внимание, смотрим, Ваня Ткаченко. Четыре подбора на чужом щите из семи командных соперников. Знаете, очень обидно, что вот именно в таких... Я не назову это мелочами. Это компоненты, из которых складывается победа или поражение. Именно в этих компонентах мы в какой-то момент даем либо слабину, либо потерю концентрации. Нас соперник обыгрывает. Я не могу сказать, что мы не боролись. Мы боролись, выиграли подбор с большим преимуществом. Да, фолов у нас было больше, штрафных они больше побили. Так у нас и процент лучший, и подбор выиграли. Потери, потерь допустили много. Поэтому, да, могу где-то сказать, что рисунок команды чуть-чуть изменился с приходом двух иностранцев. Но не только недавно, еще, скажем так, вот именно на усталости в какие-то моменты возникает недопонимание. И у нас есть определенные проблемы в защите и в нападении. Спасибо болельщикам. Болельщики поддержали вашу команду в трудную минуту, когда мы были уже очень близко, когда даже вышли в финал. Была отличная атмосфера. Я поздравляю команду соперника. Еще раз хочу подчеркнуть, интересный у нас, занимательный чемпионат. Спасибо. Спасибо.